Ну что ж, друзья мои, мы с вами идем в самый любимый канадцами, пожалуй, один из самых любимых канадцами магазин. Это Winners и Homesense. Winners это магазин, где продается только одежда, обувь, аксессуары, косметика и так далее. А Homesense это магазин, в котором продается все для дома, посуда, даже немножко мебель. Я вам снимала оттуда много чего, всякие вещи для кухни. Я вам много чего оттуда снимала, вы знаете эти магазины. И вот очень часто их совмещают вместе, и они находятся в одном здании. Заходишь направо, все для дома, налево шмотки. Я иду сюда не просто так. Я иду сюда искать подарки. Я еду опять в Америку к своей сестре. Ну, не к сестре, а на самом деле там по делам, в общем-то по нужде, так скажем. Нет, не по нужде, на самом деле я иду в гости, чтобы там кое-что сделать. Но я еду в ее новый дом, в котором я еще ни разу не была. Я вам, по-моему, в каком-то видео рассказывала, что они недавно переехали из Нью-Йорка в Нью-Джерси в пригород. И в этом доме я ни разу не была, и я еду сейчас и хочу ей привезти что-то для дома, такое, знаете, в подарок. И вот самые лучшие магазины в этом смысле, это вот такие вот магазины, где продается все-все-все. Видите, мы сейчас проходим мимо тонны подушек, подушечек диванных, которые, ну вот, на любой вкус, цвет. Здесь они стоят по цветам. Вот тут мы упираемся в пледы и тоже в подушки. Их такое неимоверное количество, что выбрать просто невозможно, если вы не знаете точно, какой вам нужен там цвет, состав и так далее. Вот, пожалуйста, здесь черные подушки, то есть вот они идут, здесь такие серые, светлые. То есть у них по цветам они расположены, и их ряды, и ряды, и ряды. Я хочу сказать, что в этом магазине все намного дешевле, чем в любом магазине, который, так сказать, мебельный и хозяйственный. Вот видите, здесь, например, стоит столик и стулья, один стул стоит на столе, потому что их четыре, и они не влезли. Вот смотрите, вот такой стул за 200 долларов вы не купите больше нигде, кроме как в этом магазине. У нас очень поднялись цены, на мебель тоже. И вот такой вот стульчик за 200 долларов, это просто купить его невозможно. И это очень хорошая цена, я считаю. Здесь так много всего, что я не знаю, с чего начать. Я прямо вот встала, остановилась, вот там постельное белье, здесь посуда. А сейчас у нас Хэллоуин на носу, поэтому всякие страсти, мордасти уже тематические повыставляли. Сейчас я надену очки, мы будем с вами ходить, рассматривать все. Вот, и будем думать, что бы нам такое купить. Очень много здесь всяких рюмок, бокалов, вот таких вот деревянных штуковин разных. Это всякие миски, мисочки. Очень, кстати, хорошие, полезные вещи. О чем они? Давайте я вам покажу. Вот смотрите, 20 долларов, это большая вот такая вот плошечка стоит. Но это натуральное дерево, вот такая маленькая, стоит 8. Вот такие досточки по 10, небольшие, деревянные. Ну, это, знаете, скорее всего, для подачи, так сказать, сыров, колбасок. Вот у нас это называется Шаркудри Борт, вот таким странным названием. Вот такая доска, которая написана, что это продуктов Италии, сделанных в Италии. Вот такая вот доска берется. На нее нарезается нарезочка, колбаска, сырик, разные орешки, варенье, крекеры, чипсы. Все это вот так красиво здесь выкладывается и подается на стол в качестве закусок. Вот. Ну, вот такие большие есть. Ой, там что-то на ней... В общем, короче, вот такие большие миски для салата, вот такие вот для всяких орешков. Очень прикольно. Здесь вот какие-то мраморные. А, это такая штука крутится. Тоже классная штука. Лэйзи Сьюзен. Это из Индии. Я не могу поднять, она такая тяжелая. Видите, она стоит на какой-то... На такой круглой штуковине. В общем, короче, вы ставите на стол, наверх ставите блюдо. Ее можно вот так вот крутить. В общем, очень удобно. Красивый поднос каменный за 69, 70 долларов. Но он такой тяжелый. Но это не поднос, чтобы на нем носить... Это больше для декоративных каких-то вещей. Это же не поднос, чтобы на нем носить тарелки, потому что он сам такой тяжелый. Это просто вот такая вот декоративная вещь. Вот поднос более удобный. Это деревянный такой поднос. Вот такие вот штуки из... Я даже не знаю, чего они сделаны. Но это тоже такой типа подносик. По 13 долларов. С таким вот... С такой облицовкой. Вот какие-то штучки. В общем, здесь всего просто... Это я стою возле... Остановилась возле одной полки. Я не знаю, если я сейчас начну все подряд снимать. Вот всякие тыквочки уже к осени. Если я начну сейчас все подряд снимать, то мы с вами будем, наверное, такое видео сделаем на полчаса. Вот посмотрите, какие хорошие штуки. Какие-то емкости всякие. 13 долларов вот такой вот. В общем, здесь тоже подносы. Короче, девочки, я растерямши. Потому что, знаете как, у моей сестры, у нее все есть. Но я же не приеду с пустыми руками. Вот. Я думала насчет какой-нибудь картины. Какое кресло бархатное симпатичное. И вот эти вот бархатные креслица. И вот такой вот столик зеркальный. Очень симпатичный. На нем лампы. Подсвечники такие красивые. Я думала насчет какой-нибудь картины. Или вот какого-то декора для дома. 20 долларов стоит. Он, видимо, маленький стоит. 13 и 25 стоит побольше. И вот сзади стоит картина, которая вот 250 долларов стоит. Вот такая вот картина. Короче, насчет картины я думала. Но дело в том, что картина это вкусовщина. А если ей не понравится она, что она будет с ней потом? С этой картиной. Поэтому я думаю, что нужно что-то такое нейтральное. Типа плед, подушки, стаканы, посуду какую-то. Понимаете? Потому что вот какие-то вот эти вот горшки. Там бюст. Бюст мужчины за 80 долларов. Итальянский, между прочим. Такой с кубиками симпатичный мужчинка. Только ему не хватает некоторых частей. Важных. Я про голову, если что. Не подумайте. Не подумайте, что я про что-то другое. И руки. Кстати, тоже нужна вещь. Так. Вот. Поэтому. Вот здесь всякие на стены декор. Ну, вот такой она не любит. Я точно знаю. Она мне как-то показывала. Я, наверное, с такой подарили. И она ругалась. Говорила, что куда мне девать. Это что мне с этим делать. В общем, здесь много очень всего. И я просто здесь брожу, совершенно потерявшись. Потерявшись. А вот смотрите, какая скульптура с крыльями Венера. Чешуя. Нет, Венера же без крыльев была. Ой, какая она тяжелая. Нет. Я ее не подниму. Ну, красивая такая. Прямо искусство. Искусство, да. Какая симпатичная подносит. Видите? 30 долларов. Рамочки для фотографий. Глобусы. Глобуса. Разные. Глобус такой. Глобус такой. Глобус, глобус. Два больших глобуса. И вот всякие. Боже, что-то кто-то уронил. И собаки здесь. И вот такой глобус. Все такое синенькое. Боже, как все красиво. Мне абсолютно... Боже, сколько глобусов. Мне абсолютно ничего не нужно. У меня все есть. Поэтому я только хожу, смотрю. И облизываюсь. И ничего не покупаю. Потому что мне... У меня полный дом заставлен. Мамочка, он потерялся. Мальчик бегает, мама ищет. Ну, в общем, здесь абсолютно на любой вкус. Есть дизайн абсолютно на любой вкус. Вот и мебель, и просто здесь можно подобрать. Видите, вот три такие штуковины стоят. И вот там еще... Вот там еще похожие на них, видите? То есть можно выбрать. Очень красивые вазы, но очень все подорожало. Я помню, вот такие вазы. Они сейчас стоят 50 долларов в 100 или долларов в 20. 25. Красивое кресло такое с плетеными этими за 500. Вот, всякая плетеная вот такая муть. В общем, картины. Картины. Но картины я не буду. Хотя вот эта вот красивая. Мне нравится. Правда, симпатичная такая голубая с золотом. Неплохо. Но она маленькая. Такие... Ну, не знаю. В общем, ну, неплохие, кстати, симпатичные картины. Но я не буду. Просто смотрю. Мне тоже не надо. У меня нет свободного места на стенах дома. Тем более, что это такой, знаете, ширпокреп. Хотя, вот видите, здесь... Видите, здесь даже художник какой-то есть. Вот его фотография. И написано, что это канадский художник Патрик Сент-Джермен. Сент-Джермен. Французу. И даже по лицу видно, правда, что он француз. Вот написано, что ручная роспись с этой, с рамой из дерева. 150 долларов стоит. Ну-ка, давайте посмотрим, как она выглядит. Ну, в общем, вот такая вот абстракция. Я не могу отойти подальше, потому что здесь другая картина стоит. Вот. Ну, в общем, такая вот. Но видите, это написано, что это ручная роспись. Это не репродукция. И у нас есть такие попадаются. Вот здесь тоже вот какая-то, видите, Марисоль Эвора. Contemporary Arts. Сейчас вот эту я уберу. Мы на нее посмотрим. На эту картину. Она стоит 60 долларов всего лишь. Мне она прям нравится. Смотрите, какая яркая картина. Значит, здесь... А, шведская художница, которая находится сейчас в Испании. Только я не поняла, это ее ручная роспись или это репродукция. Скорее всего, что это репродукция. Потому что 60 долларов это не может быть. Ну, вот видите, здесь есть ее подпись. Марисоль. Ну, картинка приятная. Такая цветная, яркая. Я бы себе такую купила. Но сестра моя немножко... У нее другой вкус. Мы с ней отличаемся. Так, давайте это поставим на место. Это тоже приятно. Вот здесь тоже какая-то, видите, написано, что это чья-то репродукция. Не знаю, что это не просто так мазня, а какая-то репродукция. В общем, короче, с картинами мы не будем, наверное, заморачиваться. Вот это тоже прикольно, правда? Такая абстрактная штуковина. 130 долларов. Но вы видите, это не репродукция. Это прямо вот руками, руками нарисованная. Ой, не надо мне, наверное, ее лапать. Я просто хотела вам показать. Так, пойдемте дальше. Еще мебель. Тут тоже всякий декор. Декор, декор. Ой, как красиво все. Они так еще красиво все выставляют, подбирают по цветам. Видите, здесь золото с зеленым, зеленые подушки. Там вон картина сзади. Подушка красивая, зеленое кресло. То есть, если вы сами ничего не понимаете, то вы можете прям прийти и вот так вот сразу целую кучу купить вот каких-то вот штучек, подушечек, креслица. Все сразу. И картинки к ним вот такие в зеленом тоне. Это фотографии, что ли? Нет, не знаю. А, это вообще рамочка. Это рамочка для фотографий, в которую вставлены какие-то подобие картин. А я думала, что это реально картины. А это просто фотографии. Но они такие красивые. Это просто рамка продается с какой-то репродукцией вставленной. Я бы так и повесила. Что, красиво, правда, же? Прямо как будто бы картина. На самом деле, это просто рамочка. И она стоит 25 долларов, потому что это просто рамочка. А мне нравится она как картина. У нас такой, знаете, красивая вот эта белая большая окантовка. Ну вот. Здесь продается и всякая еда. Я вам показывала уже здесь. Видите? Сухие разные печеньки. Кофе. Шоколад. Вот кофе. Какие-то сиропы. Все, что не требует холодильника. Вот. Потом посуда. Например, вот белая посуда. Чисто белая посуда. Разная, красивая. Хрусталики. Соусник. Хрустальный. И чисто вот белая. Вот здесь вот по цветам она вся стоит. Чисто белая. А здесь всякая керамика цветная. Красивые такие блюда. Красивые. Так, здесь всякая. Посмотрите, красиво какой сервиз. Красивые тарелочки белые. 5 долларов тарелка. И китайская. Ну ладно, конечно же. Вот такой вот. Вот такие бокалы. Вот здесь вот миллион разных бокалов всяких. Рюмки бокала. Зеленые. Вот такие штуки всякие. Подставки. Вот прям наборами бокалы. Всякие разные. Любой формы. Для любой цены. Вот, пожалуйста. 6 штук. Всего лишь 20 долларов. Хорошие. Богемские. Настоящее богемское... Богемское стекло. Сейчас вот еще покажу. Вот видите, богемское стекло. Республика Чехия. Красивый бокал. И вот 6 таких бокалов богемского стекла стоит всего лишь 20 долларов. Очень бюджетно. Супер бюджетно. Вот такие стаканы. Рюмки богемские тоже. С такой, знаете, немножко фут Сталика. Симпатичный. Для красного вина. Может ли рюмок купить? Рюмки у него есть, я уверена. Но рюмок никогда не бывает много. Смотрите, тонкий. Такое тонкое стекло красиво. Вот такой вот кувшинчик с краником. Он, помните, это вот здесь стоял похоже. Видите? Такое. У него здесь краник. Сюда вы так наливаете все, что вам нужно. И потом из краника выливаете. Не надо там наливать в каких-то бутылках. А очень все цивильно. Так, культурно. Как лучше в домах Лондона и Парижа. Какая тут еще есть посуда. Всякие тарелки керамические. Ах, какие красивые керамические. Тарелочки. Шесть, семь долларов. Вот такие. Это уже к Сенс Гивен. Там индейка. День Благодарения. Вот такие. Уильямс, Максвелл Уильямс. Красивые, очень. Вот такие. День Благодарения, кстати, в Канаде не в то же самое время, что в Америке. У нас в другое время. Так что в Америке в конце ноября. А у нас в середине октября. По-моему, 10 октября будет решить такое. Смотрите, какие интересные лампочки. Такие, как будто старомодные немножко. 60 долларов. Абажурчик такой зелененький. С золотой ножичком. Очень-очень мило. Так, здесь полотенце. Постельное белье. Покрывало. Постельное белье. Тоже довольно бюджетное. Причем здесь довольно хороших компаний. Хороших брендов. Знаете, даже таких, как вот. Есть Кельвин Кляйн Хоум. Там, ну, типа того. Там, Томми Хилл Фиггер Хоум. Вот такие вот продаются здесь. Сейчас я не вижу. Итальянская. Видите? Сделано в Италии. Сделано в Италии. 100 долларов. В общем, да. Вот Дона Карен есть. Постель тоже. У нее есть линейка домашней утвари. И вот они здесь все это продаются. Намного дешевле, чем в магазинах фирменных. Тоже Дона Карен. Того же Кельвин Кляйн. Потому что это как бы остатки. Но подумаешь, постель прошлогоднего сезона. Опять мы в подушки попали. Мы никак из них не выйдем. Надо нам выходить из подушек. Вот черные подушки. Боже, какие они мрачные. Ну, такие. Посмотрите, какая прелесть. С такой сидеть дома с подушкой. Играться, да? Прикольно. А вот такая же серая есть. Посмотрите. Да. Значит, здесь мы были уже. Пойдем все другом. Смотрите, какой красивый сервиз. С сиреневыми этими. Так, здесь тележка. Кстати, тоже неплохая штука. 200 долларов такая для сервировки. Посмотрите, какой он красивый. С этими с лайлоками. Ну, с сиреневыми этими цветочками. Какие чашечки. Очаровательные. Пятое доллар. А здесь вообще много чашек разных. Ну, здесь вот тематические эти осенние. Видите? It's fall. Это осень. Видите, какие смешные. Все про осень. И вот всякие страшилки. Страшилки, страшилки. И разные чашки. Ну, и мебеля. Это так просто я вам показываю. Конечно же, я не повезу ей никакой мебель. Красный бархатный диван. С белыми пушистыми подушками. Ну, подушки это отдельно, видимо. А диван стоит 800 долларов. Вы знаете, не страшно. Не страшно. Единственное, что, конечно, это тоже красный бархатный диван. Не каждый захочет. Вот тут много всяких, смотрите. Тумбочек, тумбешечек. На все, на все абсолютно вкусы и нужды. Вот просто деревянная скамеечка. Вот такие столики. Вот знаете, такие... То есть вы здесь можете... Вы не купите здесь гарнитур. Но если вам нужно какой-то столик или какая-то тумбочка или какую-то пару стульев... Вот, пожалуйста, посмотрите, какие стулья. О май гад. 250 долларов. Это как трон. Это металлическое все. Вот здесь бархатный, белый бархат. Посмотрите, какой стул. И вот их много. Можно целый... Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Можно целый набор таких стульев купить. Поставить к столу. Но они, конечно, очень своеобразные. Ну, здесь обычные такие стулья. Есть барные. Вот, и есть вся-всякая мебель, вплоть до диванов. Вот летом я вам показывала, здесь было очень много для улицы мебели. Полотенца какие смешные. Столики, какие-то журнальные, кресла. Вот такой маленький диван. Между прочим, сделаны они в Канаде. С 600 долларов. Вот эти бархатные диваны. Вон написано, что Fabric in Canada. Сделано, произведено в Канаде. Очень симпатичное кресло всякое. 400 долларов. Очень симпатичное кресло. С деревянными вот этими ручками. Такой современный дизайн. Модерновый такой. Вот такая тоже тележка. Вот эта женщина меня преследует. Она кричит в телефон. Я хожу, она ходит за мной. Чтобы вы слышали ее разговор. Представляете, какая интересная? Это 250 долларов. Это такая, видимо, для прихожей. Такая скамеечка. Ну, вот. Такой, как пуфик большой такой, да? Деревянная. Здесь белая. Здесь вот внутрь можно класть всякие тапочки или обувь. Наверное, я так думаю. Вот. Тут всякие. Ой, какой классный комод. Такой контемпровали тоже. Mid-century modern. Это называется стиль. Как знаете, было модно в 60-70-х годах. Вот такого вот типа. Вот такие вот комоды. Здесь ковры есть. Очень много разных ковров. Диван за 1000 долларов. И кресла. Всякие кресла. И всякие разные. Вот, смотрите, какая. Это для ванны, наверное. Черный такой. Такая вот штуковая. Шкафчик, судя по всему, это, видимо, для ванны. Потому что здесь начинаются полотенца уже. И идет такая тема ванных комнат. Вот такая лестница у нас модно тоже. Где-нибудь поставить в бейсминце на нее. Или в ванну. В зависимости, если у вас есть место, на нее повесить полотенце или плед. Вот такая вот лестница. Это не лестница. Это как подставка для разных пледов и полотенец. Вот такое вот изобилие всяких плетеных корзинок. Корзинушечек. И разных деревянных тумбочек. Если вам нужно деревянных скамеечек. Если вам нужно ванну куда-то поставить. Вот такой вот. Это для ванны в основном. Вот эти вот такие. Они сделаны из тика. Они водоустойчивые. У меня тоже такая есть угловая в душе у меня стоит. И вот все корзины. Все. Все. Пожалуйста. Вот 13 долларов стоит. Вот такая вот среднего размера. 13 долларов. Вот такая маленькая. Наверное, 10, я думаю. Да. 10. Побольше корзинка стоит. 16. Ну и в общем, видите, она как матрешка. Их много-много разных. И чем больше, тем немножко дороже. Ну, в принципе, вполне цены нормальные. Так, ковры. Тут всякие полотенца, полотенца, полотенца. И, наверное, я примерно более или менее все вам показала. Я так пробежалась. Теперь я пойду реально искать подарок. Потому что я пришла не просто так, а пришла с целью. И вот там вот уже начинаются шмотки. Видите, обувь, пижамки, там, трусы, лифчики. Здесь косметика. И дальше уже начинаются шмотки. Там сумки вот здесь. Но в шмотки я не пойду, потому что я не для этого сюда пришла. Говорю я и продолжаю идти в шмотки. Вот шмотки, но в шмотки мы не пойдем сегодня. Может быть, в следующий раз. Косметика. В общем, короче, девочки. Вот такой магазин. Сейчас пойду искать подарок. Наверное, может быть, покажу вам потом, что купила. В следующем видео. Если что-то найду. Я очень надеюсь. Какая пижама. Полосатая. Концлагерная. А вот эта вот прям симпатичная. Розовенькая. 30 долларов. А, это только кофта. Это без штанов. Да, здесь очень симпатичные. Можно купить пижамки. Вот игрушки мне тоже надо. Потому что там внуки мои любимые. Внуки моей сестры, которых я рассматриваю как свои. Вот такой угловой столик. Очень удобный. Видите, в душ поставите. Там есть такая площадочка для шампуня. В общем, много-много всего. Очень много всего интересного. А, это вот такие штуки. Знаете, классно. Ванны. Деревянные. Такие подносики на ванну. Чтобы вы могли сидеть в ванной. И тут положить на него бокал вина. Поставить телефон. В общем, вот такие вот. Магазины у нас. Сейчас я где-нибудь выйду на красивое пространство. И попрощаюсь с вами. Потому что я не хочу прощаться. Уставившись в какую-то полку. Вот. А это, кстати, между прочим, для ванны, наверное. Столик. А может и нет. Видите, мраморный верх. И стеклянный. Вот мои ноги отражаются. Всем привет. Все, дорогие друзья. Всех люблю. Целую. С вами была Дита из Канады. Надеюсь, что вам понравилось. Надеюсь, что вам было интересно. Я обожаю такие магазины. Надеюсь, что вы тоже. А на сегодня все. Всем привет. Всем пока. Дита. С вами. Бай-бай. Субтитры сделал DimaTorzok